Еще на прошлой неделе Варна, София, Николаев, Киев. Жизнь на Одесской автостанции Привоз, откуда отправляется большинство автобусов, причем во все направления, кипело в прямом смысле слова. Уже сегодня вступило в силу не только распоряжение Кабмина, но и постановление обл. администрации. Автостанция закрылась. Никаких автобусов отсюда, никаких автобусов сюда. Для некоторых пассажиров эта информация стала настоящим шоком. С утра они выезжали из своих сел, районных центров в Одессу. Кто на работу, кто по другим делам, были уверены, что смогут вернуться. Но не все перевозчики, не все водители сообщали им эту важную информацию. Хотя было такое решение, был такой пункт в документе, который издала обл. администрация, департамент транспорта, что ответственность и на перевозчики в том числе. Но информация не была доведена вовремя и в итоге получилась такая вот неприятная ситуация. Давайте послушаем некоторых пассажиров, которые остались на автостанции «Превоз». Доехала нормально на маршрутке утром. Все было хорошо. Номер маршрутки? 87-я. А водитель не предупреждал, что такая ситуация? Нет, никто ничего не говорил. Я вчера вечером спросила, если за сегодня будут ехать маршрутки. Нам сказали, что они не в курсе. Им никто еще ничего не сказал, будут или не будут. А при том, что еще в обед вчера было такое решение на самом деле? Вчера я слышала, я вечером ехала домой с работы и уточняла, за сегодня будут ехать маршрутки или нет. Мне сказали, что мы ничего не знаем. Нам еще никто ничего не сказал. Утром пришла на автобус, я маршрутка подъехала как нормально. Обычно в то же время. Утром без проблем добралась на работу. А сейчас ехать с работы. Беляевка. В 11 был последний. Все. А знали, что это будет последний на 2 недели? Честно говоря, не знала. А уже утром мне сказали, что мне нужно было ехать. У меня была назначена встреча. Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, неплохо. Береженого Бог бережет. Знаете, как говорят? Ну, не знаю. А неудобства, конечно, большие. Остались и те, кому нужно в Первомайск, кому нужно Полград. Пока эти люди не придумали, как они доберутся домой. Мы за это время, за время нашего наблюдения на автостанции увидели всего лишь одного человека, который предлагал услуги извоза. Но, в принципе, эти услуги можно считать законные, поскольку человек предлагал отвезти людей в Саратский район на своем автомобиле. Напоминаю, что постановления Кабмина, они соответствующие законы, которые сейчас с КОПом принимаются по борьбе с коронавирусом, не запрещают автомобильные перевозки. А вот все перевозки пассажиров, все регулярные перевозки и нерегулярные перевозки, они законам запрещены. Об этой информации, кстати, говорится меньше. Ну вот, для примера, такой случай приведем. Допустим, в каком-то селе или в районном центре очень много сотрудников некоторого учреждения, которое работает на период карантина. Это может быть больница, это может быть трудом. Так вот, эти люди не могут не заказать какой-то автобус, который не обслуживает маршрут, не арендовать, поскольку это все запрещено теми нормами, которые не так давно были приняты. Что же касается жизни самой автостанции, да, она закрыта, как и требует того постановления Кабмина и документ, изданный вчера Департаментом транспорта обл. администрации. Но здесь работает туалет, здесь работает аптека. Предприниматели, работавшие на территории автостанции, свою деятельность свернули. Работают, как я уже сказал, только аптекой, только туалет. Автостанция соблюдает все нормы Кабмина и требования Верховной Рады. Такая ситуация должна продлиться до 3 апреля, но это предварительно, это если все будет хорошо. И тогда сюда снова вернется жизнь, ну не только сюда, но и на другие автостанции Одесской области. Я напоминаю, что мы выбрали именно автостанцию «Привоз». Здесь расположена самая такая обширная сеть автобусных маршрутов по всей области, да и по всей стране. И даже за ее пределы отправляются отсюда автобусы. Отправлялись и будем надеяться, что в скором времени все вернется на свои места. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...